Больной 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 А мы продолжаем наш репортаж с очередного матча континентальной хоккейной лиги, в котором Подольский Витязь принимает Хабаровский Амур. Впрочем, независимо от того, кого принимает Витязь, нас сегодня ожидает потрясающий мэр на бой. И вот, как ожидалось 16-летний хоккеист Витязя, говорит что-то обидное центрофорварду Амура. Ну что ж, понеслась. Удалось разозлить противника имени Уару Витязи, сейчас он стремительно убегает в сторону своей скамейки. Откуда же вылезают Крис Саймон и Дакси Берро? Какой хук, слева демонстрирует Саймон. О, но валит его Хабаровский хоккеист, пошла драка. А вмешиваться вратать гостей в потасовку, ну все, команды в полном составе на льду. Как говорится, погнали наши городские побоище плавно перетекает на трибуны. Я вижу на скамейке с цепью, с главным тренером хозяев, главный инспектор матча. А милиционеры перекрыли проходы и дерутся между собой. Отличный матч мы сегодня смотрим. На хороших скоростях затекает дырак. Да, да, да. И вот у нас гости, у нас в гостях капитан Витязи к нам пожаловал. Ну что ж, дорогие друзья, мы вынуждены прервать наш репортаж. Для вас работали Михаил Свинатенко и Александр... Дмитрий Бузьков! Да, до новых встреч! Здравствуйте, господа, ученые Российской Академии наук. Сегодня у нас радостное событие. Представляю вам нашего нового сотрудника Махим Коньковский. Написано Махим, который затем-то вернулся к нам из-за границы, где он жил-то, так сказать, работал в Гарварде и со своими аспирантами писал статьи в журнале... Ух ты! Сань, ты... Ну, в общем, в журнале писал статьи. И сейчас он об них вам, так сказать, доложит. Ну, ура, господа ученые! Ура, сказят! Ура! Ну, молодец. Ну, что, давай докладывай. Если что, кричит. Такой молоденький, а уже глухенький. Так ведь это экология. Наркоман, небось, вот я глух. Это не слуховой аппарат, это гарнитура для телефона. Как трубка, но чтобы руки были свободны. Для чего руки свободны? Чтоб колоться, что ли? Чтобы писать научные статьи, в отличие от вас. Ну, статьи мы тоже пишем. Ищу по научнике твоих, понял? Да, и почему их тогда нет в журналах? Потому что ты не в тех журналах ищешь, вот. Гляди, самый большой подосиновик нашли ученые Академгородка. Целых восемь килограммов. Или вот, сотрудники Академии наук, свободные от науки, время снова связали самый большой свитер в мире. Ах, бред какой-то. Но при чем здесь наука? Где сенсация? Так, при чем? А восьмикилограммовый подосиновик в марке? Это не сенсация? А носки из паучьей шерсти и коклюшки вон с искусственным интеллектом, что тоже, что ли, кот чихнул? О май гад, ну как? Почему тогда этого нет в научных журналах, а? Потому что это Россия, а не Гарвард. Здесь ученым нельзя писать письма за границу. Кругом военные тайны. А из русских изданий науки остались только вязания. Новый выпуск про варишки? Мой рецепт. Российское авторское общество защитит авторских прав в сфере интеллектуальной собственности. Добрый день. Здравствуйте. Что? Это не я. А что? Начнем. Вы обвиняетесь в нелегальном пиратском присвоении музыкальной композиции как цельного произведения, либо доли произведения более десяти секунд без предварительного согласования с автором композиции. Пиратское присвоение. Я не понимаю, о чем? Не надо отрицать. Все отрицают, а? Музыку прослуживали? Да. Так, главой Киваев. Да. Присо пиратское прослуживание. Так ведь это же не у меня играло. Это я просто услышала. А с ними мы еще разберемся. Ну так и разберитесь сначала с ними. А у него мопед. Да, у него мопед. Да. Поэтому, гражданка-пиратка, приступим к изъятию. Записываем. Нож кухонный. Одна. Нож кухонный. Морковь. Много штук. Морковь много штук. Тоска. Тоска. Одна. Одна. Что у вас здесь? Кипяток. Что? Кипятка залейся, а за музыку платить не желаете. Ой. А это что такое? Это шарик из простоквашина? Нет. Кофе? Может быть, круто? Нет, это просто собака. Смотрите, вот с собаками вам повезло. А с музыкой не покатайтесь больше. Будьте бдительны. Подождите! Что же мне теперь делать, а? Как ходить по улицам? Затыкайте уши руками. Да, как мы. А? А? Где? Хотя и это скоро запретят. Клёво, да? Сигарету дай мне. Сигарету дал? Быстро. Я имею право на сигарету. Что, Конституция России, что ли, плохо знаешь? Сейчас будешь зачет мне сдавать. Давай, тяни билет или как там у вас, мы что-то тебе делаем. Слушай, помалкивай давай, а? Ответ неправильный. Двойка. Уходи отсюда, нахрен. Завтра приходи с девяти до одиннадцати. Я буду коньяка мне принесать. Так, ура, чтоб вам правил. Серегу зачеркнуло, я пуговараю. По какому праву? Так это, стреляло из травматического пистолета в магазине. По манекенам. А чё они тупят? И что? Как что? Ну, так как нет разрешения... Что же здесь нет? Ручку! Нет, это... Теперь есть? Это понятно, но в базе, в базе нет. Теперь базу проверь. Чё проверь? Так подожди, а... Так это же не было этого... А куда? Ну-ка быстро снял наручники, сними нового. Пизверк! Быстро! Чё не понял. Дядя Аркаш, я одному там в голову упаду. Заткнись! В ресторане договорим. А ты капитан? А ты капитан? Погоди! Что? Я... Как и что? Точно. Из этого округа переведусь. Там хотя бы депутат-сирота. Да-да, Виктор Васильевич. Только что прибыл. Да. Только вхожу в кабинет. Да. Ну что вы, Виктор Васильевич, какая специфика? Я жив профессионал. Всегда жив профессионал. Хе-хе. Да. Конечно, я буду... Конечно, я вас буду держать в курсе дел. Ну что вы. Ну да. И вам всех благ. До свидания. Что ты стоишь, курица? Рухнет, картину повесить. Работать надо лучше. Вот смотри на меня. Каждый месяц новое повышение. Вот так вот. Куда теперь-то, Дима? Департамент ГИБДД по Восточному округу. Удачненько меня занесло. Где лопата? Какая лопата? Бабло грести. Ха-ха-ха-ха. Запиши мне в ежедневник, блесну в сауне в областном заседании. Так. Что ты вцепилась в неё, как НТВ в Лужкову? Повесь уже, быстро. Работать надо. Что у нас на повестке дня? Акция «Дети на дороге». Нужно установить регламент. Дети, стоп. Начало взрослой проблемы надо решить. Где у нас мини-бар? Так это же официальный кабинет мини-бара нет. Крикулица, я извиняюсь. Куда-то мне пойдёт официальный вопрос решать, когда у меня мини-бара нету. Ну, пока у вас нет водителя, вы же сами за рулем. Я начальник ГИБДД. Я могу хоть мёртвый за рулём ездить. Кто меня остановит? Ну, да, два километра в час ограничений. Это что, ты его не угробил? Кто взятки вернёт? Поверь её. Поверь её. Кто мне мою фамилию тычите? Алё, Виктор Васильевич. Да, слушаю. Крики. Это я взяточников увольняю. Да. Служу России. Мать твою. Нет, это не вам, Виктор Васильевич. Да. Что? Помышление? Когда приступить? Сегодня можно? Выезжай, Виктор Васильевич. Уходим, прикрой. Глеба Робик, ну где ты ходишь? Под эту фонограмму через час человек должен петь на сцене, на корпоративе. Ты хочешь, чтобы тебе опять набили морду? Как на Пасху? Какую морду, Сеня? Ты даже не знаешь, что со мной произошло. Вчера в ночном клубе хотела купить эту таблетку. Что? Ну, чтобы было повеселее танцевать. Не стали, а меня за руки хватают и тащат меня к выходу, Сеня. Пойдём. Сенечка, меня тащат меня, Глеба Казакова, почётного гостя в фестивале «Музыкальный Абакан-99», Сеня, и оформляют меня, как какого-то уголовника. Сенечка, за что? Глебуша, ну что ты ввязываешь всякие неприятности? Давай сейчас запишемся, а потом решим все твои проблемы. Пойдём. Сенечка, ты не слышишь меня, Сеня? Ау, где ты, Сеня? Ну какие это наркотики, Сеня? Уже давно всё пора легализовать, я же свою норму-то знаю, Сенечка. Это пускай откашня, это дохнет от своей синьки. А у меня, у элиты могут быть изысканные, изысканные способы отдыха, вот понимаешь, Сенечка? А эти вот борцы с наркотиками, а это всё, покажу им все. Я тебя умоляю. А предоплата точно уже пришла? Конечно, а на что ты, по-твоему, таблетки эти покупал? Ладно, ладно, поехали. Мы день борьбы с дурманом сегодня отмечаем И низкий мой поклон тебе, о госнаркоконтроль И если вдруг барыга где травою промышляет Поймаете его вы и отправите домой За вас, ребята, я поднимаю доз Ведь алкоголь – это не трава Спасайте вы людей, в стране нужен прирост Спасибо вам за труд ваш, за подвиги Ура! 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 Служба по борьбе с наркотиками моя Отдохнуть нормально не дадут рабочему человеку Николочка, будьте добры, запишите меня сегодня к зубному Хорошо, Борис Викторович Благодарю вас Так, так, так Добрый день Я Михнов Сергей Ильич Экологическая служба РФ Призампред комиссии по лесхозцвети РФ Откуда у вас лицензия на это? На это! Это мой Я из дома принесла Дай сюда Это же опунция авата Она в списке Челябинского договора И запрещена к озеленению на производстве Неужели вы даже этого не знаете? Нет, почему мы регулярно выписываем и читаем бюллетень по озеленению? Читали они, сидят, мозгу одна прибыль Нет у них никаких выбросов График полива где? Так, мы поливаем когда как Это же кактус Так, ребята, опечатывайте здесь все Кактус в детдом Оргтехнику в департамент экологии Все, до свидания Подождите, подождите Дело в том, что мы недавно открылись И мы не успели пройти переаттестацию Мы готовы Скажите, где и когда мы можем это сделать? Завтра Переаттестация платная 22 кабинет Да, но до этого курсы тоже платные Значит, курсы переаттестации заберете кактус Выдача кактуса платная Не заберете, будет штраф Синие ведерки устроили автопробег по Москве Че за синие ведерки? Жигули, что ли, синие? Мигалки не принимаем, приказ коменданта Не можно Я по глазам по твоим, Милок, вижу, что считаешь, что тебе все можно С мигалками не принимаем Не, ну в чем проблема-то? Так орут эти ваши мигалки-то Как экономика, которую вы режете, орут, Милок Как ни сто, ни все, кручится Я вон в прошлый раз чуть этим номерком не подавилась А не, ну это случайность Раз в 15 минут такая случайность Эти ваши мигалки, видимо, как коты Друг друга чувствуют, а орать начинают Ну я не знаю, можешь пакет какой-то положить И... Повесить не мешало бы тому, кто эти мигалки придумал Все как с ума прям происходили Вы уже, наверное, теперь и в туалет без этих мигалок не ходите Не ваше дело, как и в туалет Ой, слава богу, мне еще и так кучи дел-то не хватало Иначе так, сами напридумывали, сами разбирайтесь Ну куда вот мне ее девать? Ну, что, как лошаль, ходить с ней повсюду Выбросить нельзя, подотчетное Подарить некому Вот даже вон у тетки троюродной Две такие лежат Ну, не, ну войди в положение, бабуля Ну ладно, давай ее сюда Только с одним условием Возьмешь, когда уволишься Спасибо, бабуля, выручила меня, выручила Слава богу, хоть человеком себя наконец почувствовала Иди, иди, милок, иди И ты, главное, это не забывай Каково это себя было человеком-то чувствовать Ой Светлого дня вам Мы хотели бы поговорить с вами о боге Ребятушки, как вы вовремя пришли, а Ну, проходите, проходите, мои хорошие Иди сюда, не бойся Проходи, давай Больше никого, жаль И не дай вам ваш бог завтра в 9.00 не явится на Слушай, брат Антон Какой брат, рядовой, Антон Прости, в смысле, виноват А мы с тобой теперь кто? Это, ходить, строим, песни петь Кришнаиты, наверное Тише, тише ты, нам же думать нельзя Ой, прости, прости Виноват А, виноват, виноват, да Ой, то есть не да, так точно Виноват Толик, я тебя с утра жду Ого Все, Валера Дожили Поздравляю тебя, Валера С новым 1937 годом Неожиданно О, открывай Нечем Как ты подготовился к мероприятию? Проявил недолиновидность Что это, Валера? Да ладно, брось И так кусок в горло не лезет Смею ли я знать причину? Валера Мужайся Валера С сегодняшнего дня Ее После 22-х не продают Ой Валера Тихо Валерочка Спокойно, спокойно, Валера Прижал Спокойно Я же понимаю Нервы Успокойся, Валерочка Успокойся Успокойся Вот Все 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 Ну, это что ж такое делать После 22-х Это же беспредел Ну, хватит, Валера Еще Не притворяйся У меня тоже сердце не камень Оно тоже Слабая Ой Слышишь Не, ну ты представляешь А Ну, ты представляешь Ну, не продавай ты Ведра Не продавай хлеб Не продавай Майонез Туалетную бумагу Ну, кому Кому это все нужно После 22-х Никому Но ее-то За что ее Не продавать Знаешь, Валера Вот сейчас Я точно знаю Меня по-настоящему взяли И Унизили Убийцы Не понимаю чиновники К чему они подталкивают Простого Заурядного Но не очень Россиянина Раньше как было Раньше Пришел с завода Откуда? Ну, это Я так Образно Как бы Пришел с работы Там С завода Сбегал в магазин Один раз бегал Да Второй раз бегал Естественно Третий раз бегал И все Всю ночь Ты летишь Как кора Причем Не разбываясь И все хорошо А сейчас Ну, как Так Теперь этим законам Мне как бы Вот Как бы Намекают На то, что Мол Пей Днем Россиянин Мы Так и пьем Валера Ну, разве Это пьянка Это Это Мужской Диалог А это Извини Стимулятор Откровенной беседы И все Какая Пьянка Ты что Олига Стыдись А государство Теперь Вот этим Законом Оно мне Как бы Исподволь Намекает Что, мол Попробуй Теперь Россиянин Успеет До 22 вечера Диагностично Куда смотрят Власть Я спрашиваю Не, ну Президент Не надо Президент Он смотрит Туда, куда Власти Даже не снилось Смотри У президента Подавить Президент Совершенно Другое же дело Благодарю Но Президенту Она не нужна Потому что Он не философ Как мы С тобой У него Смернушка Они Клюквенный сок Пьют С витамином И все дела Его этот закон Вообще не коснется А мы Извините меня Пожалуйста Должны Отстаивать Свои Права Сколько нам Идти до магазина 127 метров Моих Не Приличное Расстояние Тогда Сегодня мы Уже устали Ты разнервничаешься Не пойдем Тогда завтра Нет Завтра у Чернигиных То ли свадьба То ли похороны Но не прийти нельзя Так Тогда Вот что Значит Я Да В декабре Пишем Огромными буквами Транспарант И на пикет На транспаранте пишем Долой Позор Руки Прочь От 2200 И все Маленькая пресс-конференция С журналистами Темку подняли Замуссировали Она Поехала По миру Все И мы с тобой Становимся Снова Круглосуточнее Тоник Чтобы Качественную Гуашь Странно Крандаши же Стильные Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok